Очень часто в описании какого-то дорогого поселка или дома можно встретить слово элитный. И в голове простого россиянина давно сложилась устойчивая связка. Дорогой значит элитный. Что ж такое элитный поселок? Давайте посмотрим на примере коттеджного поселка Сосновый бор на Николиной горе. Вообще Николина гора это такое непростое место. Высокий берег Москвы-реки, реликтовый сосновый бор. С 20-х годов прошлого века здесь выделяли огромные участки по гектару и дальше больше работникам науки и искусства, то есть элите того времени. И среди вековых сосен расположились знаменитые дачные кооперативы РАПС и РАНИС. Чуть позже для отдыха и восстановления сил партийной элиты здесь же на Николиной горе был построен пансионат Соснов. В начале 2000-х годов при этом пансионате были нарезаны участки под строительство. Так появился поселок Сосновый бор. Вот так, без участия профессиональных девелоперах, которых тогда практически и не было, появился один из лучших поселков Подмосковья, в котором продавалось примерно 250 участков без подряда на строительство, площадью от 30 соток. Кем же были первые покупатели участков? Это были разбогатевшие дети и внуки той самой элиты, которая получала участки еще от Сталина в конце 20-х. Их приятели, чье детство прошло на Николиной горе. Детство вообще лучшая пара жизни человека. И добившись успеха, человек стремится вернуться во времена своего детства, там, где ему было лучше всего. Именно поэтому, наверное, поселок Сосновый бор концентрация известных имен. Тут и режиссеры, и актеры, и писатели, и основатели международных интернет-компаний, чьи имена у всех на слуху. Собственно, наверное, элитно можно назвать только то место, где живет элита. Но да ладно, закончим с лирической частью и проедем по поселку. Как я говорил, поселок создавался непрофессиональными девелоперами. Его гемплан, можно сказать, рисовали на коленке. Из явных недостатков на трех въездах в поселок нет ни одной приличной въездной группы. Практически только будки охранников со шлагбаумами. Но дальше начинаются сплошные достоинства. Нет ни одного дома, построенного по типовому проекту. А некоторые дома прямо можно назвать, конечно, если не шедеврами, но достойными представителями современной архитектуры. Мне бы очень хотелось показать в этом ролике самые красивые дома в поселке Сосновый бор. Но сделать это достаточно сложно. Самые лучшие дома надежно защищены от чужого взгляда высокой зеленой изгородью, ну или забором. Дороги в поселке широкие и вымощены брусчаткой. В общем, поскольку участки здесь очень большие, а жители и люди обеспечены, смотрится все очень достойно. Само собой, в поселке все центральные коммуникации. Водопровод, канализация, газ, интернет. И здесь нет управляющих компаний. Все вопросы решает товарищество собственников недвижимости. Может, поэтому здесь не слишком высокие взносы по меркам поселков такого уровня. Около 25 тысяч рублей с домовладения. Одним из нюансов жизни в Сосновом бору является то, что сосны имеют обыкновение падать при сильных порывах ветра. И хозяевам приходится их защищать. И вот одно из приспособлений для защиты сосен от падения являются вот такие вот растяжки. Сосны, которые чуть наклонились или стоят достаточно далеко друг от друга, связывают такими специальными растяжками. И это защищает их от падения. Но еще один штрих. Вы обратили внимание, что в видео нет ни одной съемки с воздуха. Знаете почему? В поселке установлено специальное оборудование, запрещающее полеты дронов. Как я уже говорил, живут здесь далеко не простые люди. Здесь еще осталось в продаже несколько участков. Стоимость сейчас около 60 тысяч долларов за сотку. Да, в таких поселках обычно стоимость номинируется в долларах США. Но еще один штрих. Если вы вдруг решите купить недвижимость здесь, то столкнетесь с тем, что один и тот же дом продает с десяток агентств элитной недвижимости. Или, например, дом, который вам понравился по фотографии, окажется выдуманным с целью заманить потенциального покупателя, а потом предложить ему что-то другое. Как говорится, рояля нет, возьмите бубен. В общем, сейчас здесь реально продается не очень много недвижимости. В основном несколько устаревшей архитектуры и наполнения. Так что покупателю, скорее всего, придется полностью перестраивать дом. Ну или строить новый. Ну что, как вам поселок? Хотели бы поселиться на Николиной горе? Пишите в комментариях. Ну и не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить интересные и полезные новости загородной недвижимости.